Вековой юбилей родной газеты. Черкесхэку журналистка Мадина Асланукова отметила на высоте 5 642 метра над уровнем моря. Своё восхождение на самую высокую вершину Европы она приурочила и к юбилейному году печатного издания. Из героиней из песен бессмертных бардов Висбора и Высоцкого, альпинисткой в душе и уже на деле встретилась Фатима Даурова. Здесь вам не равнина, здесь климат другой. Эльбрус крайне своенравен, он любит показывать суровый характер, проверять на прочность своих гостей и лишь бы кого на вершину не пустят. Но Мадин упустел, он принял её внутренний настрой и всепоглощающее желание родом из детства – достичь самую высокую точку Европы. После недельной акклиматизации и каждодневных тренировочных восхождений группа, в которой была Мадина Асланукова, на рассвете вышла на шторм главной вершины. И вот здесь альпинистка поняла, что значит настоящая ценность доверия, силы воли и здравого смысла. Каждый шаг отдавался эхо мечты, влекущей в Поднебесье. Ноги пошли, дорогу осилит идущий. Вот эта фраза меня держала. Одна за другой шаги идут, идут. И нам говорят, остаётся 40 метров, всего 42 метра до вершины. Там уже такой пологий склон. Идёшь, и вот эти 42 метра, как 40 километров, твои ноги не идут, тяжесть в ногах, дыхание нет, сдавленные лёгкие. И вот эти моменты, и ты знаешь, что там наверху один человечек уже стоит, и ты хочешь и двигаешься туда. Это было настоящее боевое крещение. Мобилизовав все ресурсы, физические и ментально-духовные, Маддина преодолела все преграды для достижения своей мечты. Уже находясь на вершине двуглавого Эльбруса, она ощутила. Смотришь вниз и знаешь, что как будто весь мир под ногами перед тобой. Это дорогого стоит, это вдохновляет. До сих пор, вот столько дней меня это держит. Я не знаю, когда меня это отпустит. Меня спрашивали, вот ты очень близко, если поднимешься, очень близко будешь к Аллаху. И ты что можешь попросить? А я поднялась, я ничего не просила. Я сказала, спасибо, что у меня получилось. А дома ее ждали родные, друзья, коллеги, вся печатная братья и жители республики, которые следили за каждым ее шагом и, несомненно, верили в успех ее экспедиции. По возвращении Маддину встретили как настоящего героя под звуки национальной гармоники, букетами цветов, поздравлениями за высокое достижение. Поздравил новоявленную альпинистку и Мухаддин Папшуов, совершивший шестикратное восхождение на Эльбрус и не понаслышке знакомый с его суровым кавказским характером. Впервые на Эльбрус поднимались два человека, это австриец Хилари и Тенцельг Норгея, это Шерп. Они через два года приехали сюда, подниматься на Эльбрус, но погода не позволила этому великому альпинисту подниматься туда. Это говорит о том, что это очень сложная вершина по погодным условиям. Она совершила восхождение на западной вершине, это неописуемо. Когда затихли победные фанфары, наша героиня вернулась к истокам, к родным просторам, к горе Хатейо, на которую она поднималась для тренировок каждое утро в рассветные часы. С ее вершин она окликала взглядом пока еще сонные поутру два родных аула – Жако и Алибердуковский. Здесь наша героиня с благодарностью в сердце попрощалась с ним до следующего раза, пока вновь ее не призовет очередная вершина. Фатима Даурова, Олег Молхожев, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево, Черкесия.